Вот и лето пришло. Бабушке привет, помаши. Я их порезала. Ну, а знаете, как я обычно делаю? Я даже не всегда валиваю в муке. Почему у меня стоят искусственные цветы? Почему я не развожу цветы? Настоящие растения, там на подоконнике. Мы с Денечкой остались. Ну, вечер пробудем вместе. Мне нравится здесь закат смотреть. Наблюдать. Всем доброе утро, девочки мои. Смотрю в окно. А у меня ветка перед окном. Прям пухом вся поросла. Утро еще раннее. 18 градусов. Начало седьмого, а там туман. Вот что, давайте откроем, посмотрим, что тут. Ой, птички поют. Свежий воздух. Какая прелесть и тишина. Машин мало еще ездит. На самом деле, сегодня праздник. 12 число сегодня. Ну, купола видны. Церковь. Значит, туман еще не сильный такой. Ну, распогодится ничего. Видите, сколько пуха у меня перед носом тут. Ой, классно. Люблю вот такую тишину. И слушать, как птички там щебечут. Чудесненько просто. Всем доброе утро, девочки мои. Я сегодня думала, ничего не буду делать, ничего не буду снимать. Ну, вот наступило утро и начинается. Надо сделать это, надо сделать то. Но я ничего делать не буду. Ну, только вот это сделаю, вот это, вот это сделаю. Вот так и получается. Ну, думаю, ладно. Раз я что-то буду делать, значит, надо же что-то поснимать все равно. Вот. Что я вам хочу сказать. Вчера вечером сын с невесткой забрали Настю. Пришли они и говорят, мы сейчас на море поедем. Я говорю, как это, вдруг так собрались на ночь глядя. Да, вот сейчас в ночь будем ехать, а утром будем там. Побудем там в субботу, в воскресенье. В воскресенье вечером вернемся, потому что в понедельник Наташа надо на работу. В общем, два выходных вместе совпали у них. И они решили вот отдохнуть немножко. Ну, правильно делают, потому что действительно дом, работа, дом, работа. Как-то вот это вот все уже, знаете, устают люди. И нужно действительно сменить обстановку, как-то проветриться, развеяться. И я прям рада за них, что они поехали. Сегодня утром сын уже написал, что они доехали, добрались где-то там возле Анапы. Вот. Ну, если он мне там кусочек видео пришлет, я тогда вставлю сюда. Не знаю, пришлет он или не пришлет, забудет, может не забудет. Ну, посмотрим. Вот. Ну, а что я сейчас хочу сделать? Смонтировала видео уже с утра. Сейчас хочу кое-что постирать. Вот покрывалка хочу постирать. Кстати, на покрывалке у меня есть кусочек, немножечко там нарисовано ручкой. Чуть-чуть ручкой, наверное, Настя там с ручкой на диван прыгнула. И я купила пятного водителя, я вам показала пятерочки. Правда, цену я вам не сказала и чек уже выбросила. Ну, в общем-то, не важно. Мне кажется, что если он действует, то вы об этом узнаете. И, в принципе, не важно, сколько он стоит. Там, конечно, я почитала, там пятна такие вот от вина, от ягод, туда-сюда. Но посмотрим, выведет это ручку или нет. Мне нужно это дело отстирать. Вот. Так что сейчас кое-что хочу постирать, но потом посмотрим, что еще я буду делать сегодня. У меня сегодня день такой на расслабоне планируется быть. Я так планирую быть на расслабоне, если у меня получится. Поэтому я не хочу себя напрягать никакими делами. Но все равно, по ходу дела, что-то делать буду. Все равно я не буду целый день просто тупо валяться на диване и целый день смотреть телевизор. Мне это будет скучно делать. Поэтому что-то буду я, что-то буду делать ручками, буду что-то копошиться. А, кстати, что еще хочу вам сказать. Мы вчера, когда с Настей шли из садика, и она мне говорит, вот я хотела бы где-то уже поискупаться. Что вот это лето за лето такое, что... Вот я иду, говорит, мне в штанах жарко, на солнышке прямо. И говорит, хочется где-то поплавать. Я говорю, ну у тебя ванная есть, ты в ванной плаваешь? Она говорит, ну в ванной неинтересно, она маленькая, я хочу где-нибудь побольше, чтобы воды было поплавать. И вот я сегодня утром вспомнила, думаю, вот интересно. Она так вчера вечером только загадала что-то про море. Ну, видимо, про море она имела в виду. Ну, или, по крайней мере, бассейн. И тут хоп, ее мечта сбылась прям сразу как-то. Вот тут же у родителей возникло желание на море съездить. Вот какое совпадение, да? Ну, я рада за Настю, что она поехала на море. Конечно, плавать, я думаю, в море сейчас еще, наверное, рановато. Вода холодная, ну, особенно для ребенка. Взрослые, может быть, в ледяную воду полезут. Ребенок, ну, по крайней мере, хотя бы ножки помочит, хотя бы на солнышке позагорает. Все равно уже какая-то смена обстановки, это уже классно для нее. Ну, я надеюсь, она будет довольна поедет туда. Вот, девочки, покрывала, и вот немножечко ручкой, видите, шариковой, немножко тут полосочка есть. Она как бы не сильно, но надо ее вытереть, она, в общем-то, видна. И вот он, этот карандаш, который я купила в пятерочке, вот такой вот, что тут написано. Карандаш, пятновыводитель, ну, видите, пятна, кетчупа, вина, кофе, чая, губной помады, макияж и других загрязнений. Я надеюсь, ручку оно удалит. В общем, короче говоря, нанести, немножко потереть, подождать 10-15 минут, затем промыть водой. Сделано в Китае. Ну, сейчас буду пробовать, посмотрим сейчас, насколько он эффективен для ручки. Ну, вот так вот выглядит этот карандашик. Так, сейчас посмотрим. Так нанесем, и подержим чуть-чуть. Ну, если карандаш не поможет, значит, я думаю, ручка, она должна все-таки оттереться. И так отстираться должна быть. Надо будет потереть, поднимаем каким-то. Хотя у меня еще есть ваниш и еще там какой-то пятновыводитель. Будем пробовать сейчас. Подержу чуть-чуть. Девочки, прошло только 5 минут. Я взяла вот такую салфеточку. Смотрю, у меня вот эти вот влажные салфетки для снятия макияжа. Думаю, если они снимают макияж, Ну, это же тоже косметика, это краска. Подтру. Вот я с краешку потерла, и вроде бы тут как светлее становится. Подтру сейчас все остальное. Вообще, в Фаберлике еще есть такие влажные салфетки для удаления пятен, кстати. Вот они, наверное, тут вообще здорово сгодились бы. Но я их отдала Наташе, потому что ребенок. И ребенок может, конечно, пятно где-то на одежду посадить. Поэтому я отдала. Ну, сейчас смотрю, вроде светлеет. Я думаю, должно удалиться в итоге. В итоге должно удалиться. Но еще пока виднеется. Ладно, подождем еще по трем чуть-чуть. Так, ну что, от пятна вроде бы и следа не осталось. Уже не видно. Едва, едва, если приглядеться. Но я думаю, оно должно все отстираться. Ну, вот я еще нашла у себя ваниш вот этот вот. И решила я так уже для закрепления вот этим гелем ваниш. Еще тут протереть и бросить вот это в стирку. Я думаю, там уже не должно ничего вообще остаться. Прекрасно. Девочки, мне сын как раз прислал сейчас видео, где они там на море. И я вам сейчас вставлю. Посмотрите, какое море. Ну, там, правда, еще рано утро. Восемь часов утра, конечно, рано еще. Солнце еще не взошло, так сказать. Прохладненько. Я думаю, там погода не очень-то отличается сильно от ростовской. Но, тем не менее, подышать морским воздухом, погулять по берегу. Это все равно прекрасно, отлично. Посмотрите. Настюха, мечты сбываются, да? Беги, беги к морю. Холоднючая? Заходи, давай. Все, бабушке помаши, отправим ей. Привет, Ба. Заходи. Да, какие волны белые, красивые. Вот и лето пришло. Бабушке привет, помаши. Беги ко мне. Я сейчас запустила стирку, поставила стирать покрывало и решила позавтракать. У меня на завтрак сегодня мюсли запеченные, с орешками, с молоком. Вот. Ну вот, пока, пока вот так вот. Девочки, решила я сделать сегодня, пожарить кабачки. У меня два кабачка, вот таких небольших, я их порезала. Ну, а знаете, как я обычно делаю, я даже не всегда обваливаю в муке. Но в муке, конечно, лучше обвалять. Они тогда будут сочнее внутри. Сок сохранится внутри. Ну, я каждый кабачок не солю. Я просто беру так в миске. Солю, сейчас их все пообваляю. Ручками их потрогаю. Потрогаю ручками, чтобы они пересолились между собой. И сразу начинаю жарить. Лучше заранее не солить, потому что они тогда сок сразу дадут. Так, ну, вроде как-то так. Сковороду я поставила уже греться. Нарезала зелень, укроп с петрушкой. И туда я выдавлю чесночок. Чесночок можно выдавить, а можно его просто порезать мелко. Ну, мне проще быстрее выдавить. Перемешать зелень, чтобы зелень стала пахнуть чесноком. Так, все. Вот это все. И вот так вот. Раз, раз, раз. И побыстрее. У меня же сегодня день такой на расслабоне, я же сказала, да? Не хочу особо напрягаться. Даже думала вообще в муке не обваливать. Я делала так, в муке не обваливала. Ну, ничего, они нормальные получились. Просто когда они в муке обваливаются, они все-таки получше чуть-чуть. Вот так вот. Сок внутри, видимо, сохраняется. Так, все, я чувствую, соль везде есть. Просто беру теперь муку вот так. Раз, валя. Постучала и на сковороду. Ну, в общем, такая картина вырисовывается. Вот уже первая порция у меня готова. Видите, с зеленушечкой, с тисночком. Пахнет очень вкусно. Я вас пытаюсь соблазнить. И вот это я буду кушать сегодня с мясом. У меня отбивная еще есть. В общем, дожарю как раз. На три сковороды получится у меня. Ну, вот и все. Все готово. Мой обед вот такой будет сегодня. Буду есть я кабачки. И обивнушечка у меня еще есть. Я разогрела. Сейчас покушаю. Запущу какой-нибудь фильмец. И буду отдыхать. Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Я уже проснулась сегодня рано, правда. Уже искупаться успела. Уже с соседкой кофе попили. Соседка вчера приехала. А сегодня она вечером уезжает. Опять на две недели там. Куда-то к родственникам. И, в общем, мы с ней давно не виделись. Посидели, поболтали, пообщались. В общем, с удовольствием. Я уже не дождусь, когда она приедет и останется дома. Чтобы мы могли с ней уже общаться каждый день. И уже там кое-какие дела ждут совместные нас. Вот. Вчера день такой прошел, знаете, вот праздничный день. По телевизору крутили фильмы старые. И я с удовольствием пересмотрела вот эти старые фильмы, где играют любимые артисты, которых многих уже и нету даже. Экипаж посмотрела с удовольствием. Потом еще какие-то два фильма были. Ну, хорошо, когда, знаете, фильм знаешь уже наизусть. Я вчера сидела, втыкала, втыкала алмазики вот эти вот в картинку, которую я предлагала Насте, там где котеночек. Картинку уже доделала. В принципе, осталось только белый фон по кругу сделать. И все. И картинка будет готова. Надеюсь, если сегодня мне ничего не помешает, может быть, я ее сегодня к вечеру и закончу. Вот. Ну и все. А что я сегодня приготовить хочу покушать? Я поставила сейчас уже кастрюльку. Хочу сварить гречку. И я люблю гречку с мясом. Размораживается мясо. Но мясо я потушу просто в мультиварке. С лучком. Сделаю тушеное с подливочкой. Делаю подливочку еще. Вот. Особо никаких таких серьезных дел нету. Ну, подругу надо будет покрасить. Она краску пойдет, купит. И придет, я ее покрашу. Я же краситель. Все время крашу всех. Ха-ха-ха. Вот. Ну и все, девочки. Пока не знаю, что сейчас... Не, я знаю, что я сейчас буду делать. Но снимать не буду. Мне надо там в музыке разобраться. Сейчас музычку включу. Послушаю. Посмотрю сегодня видео. Там вышло. Посмотрю комментарии. Поотвечаю вам на комментарии. В общем, что-то будет, если интересно, я еще включусь. Погода сегодня хорошая, солнечная, безветренная. На улице тихо. Сейчас хорошо. Прямо благодать. Девочки, решила я приготовить сегодня гречку с мясом. В общем, короче говоря, гречку я сварила уже просто на плите. А мясо я решила приготовить в мультиварке. Ну, мясо я готовлю очень просто. Лук с мясом зажариваю. Потом добавляю томатик, чуть-чуть водички, и оно тушится. И вот я люблю гречку с подливкой сделать. Лавровый листик туда еще можно добавить. Ну, пока я буду это дело готовить, решила ответить на один вопрос. Я в комментариях сегодня прочитала. Кстати, этот вопрос мне уже задается не впервые. Почему у меня стоят искусственные цветы, почему я не развожу цветы в настоящие растения, там на подоконнике. Ну, если коротко сказать, по той же самой причине, и почему я не хочу заводить животных. Нужен уход. Это нужно за растениями ухаживать. Я такой человек, я не могу завести растения и просто, чтобы они стояли, там, когда захочу, полью. Там, раз в 10 лет землю поменять и так далее. Ну, нужно постоянно ухаживать за цветами, там, лепесточки, там, побрызгать, там, попротереть, купать, землю менять, поливать не забывать. Ну, еще самое главное, то, что у меня, наверное, желание вот такое отбилось еще с детства. Так, я сначала ставлю лучок на режим жарка. Есть такое дело. Я уже масло растительное налила. Пускай жарится это все. Так, ну и пока там лучок будет поджариваться, слегка быстренько мясо порежу. С детства у меня, видимо, охоту отбила мама, потому что мама разводила цветы на подоконнике, но она не любила за ними ухаживать, она не любила их поливать, она заставляла это делать меня. Ну, как и прочим, многое другое по дому. Когда я там забывала эти цветы полить, она меня ругала все время. Ну, я ей говорила, ты, если цветы разводишь сама, ну, сама за ними ухаживай. Я-то цветы не развожу, мне они зачем. Ну, в общем, короче говоря, мне доставалось. В общем, вот это вот то, что с детства меня заставляли ухаживать за растениями, которые мне совсем были неинтересны абсолютно. У меня, видимо, вот это вот из-за этого уже охота отбилась на всю оставшуюся жизнь вот этими цветами, растениями заниматься. Поэтому я не хочу. Ну, и с другой стороны, у меня нету тут места особо ставить эти растения. на подоконник, скажете. Ну, у меня окно справа открывается постоянно, белье вешаю за окно. Слева у меня окно постоянно открывается, у меня там сетка, и я проветриваю комнату, чтобы сетку туда-сюда не снимать. Поэтому слева у меня для проветривания окно, а справа для белья. Вот, ну и так, полок свободных нету, чтобы где-то там заставлять это цветами. Вот поэтому я и не ухаживаю, не завожу растения, потому что, честно говоря, и ухаживать неохота, и ставить никуда. Не было никогда такого желания. Вот, я надеюсь, удовлетворила я вас ответом. Не хочу. Не птичек заводить, за ними уход нужен. Хомячки, черепашки, кошечки, собачки. Нужно, для этого нужно желание, и заниматься этим надо. У меня нету желания такого. Тут, знаете, поухаживать за собой, но раз даже не хватает уже сил, но и то бывает заставлю себя. А еще за кем-то ухаживать, ну, не хочется мне. Вот такая я эгоистка, представляете? Так, ну все, в общем, лучок уже поджаривается. Сейчас я быстренько дорежу мясо. И все, чуть-чуть мясо обжарю на 10 минут. Обжарка у меня стоит, чтобы мясо закрылось. И потом можно будет уже залить его томатиком и поставить режим тушения. Ну, я режим тушения ставлю обычно там на час, чтобы мясо уже было такое мягкое, чтобы таяло во рту. И посолить, поперчить, лаврушечку кинуть. Ничего лишнего я не люблю. Специи всякие вот эти вот лишние я не люблю. Так, это дело готово. Помешаю лучок. Так, скоро соседка моя придет краситься, я так думаю. Поэтому я уже думаю, сейчас приготовить это в мультиварке, чтобы уже над плитой не стоять, вот это все помешивать. И все. И гречку с молоком вечером еще поем с удовольствием. Пока лучок жарится, я уже подготовлю заодно томат. Ну, где-то столовую ложку томата, примерно так, на глаз. Вообще томат кто сколько любит. Кто-то любит покислее, тогда можно побольше томата. Я не люблю слишком кислая. Вот так сейчас разведу на полстакана воды. Хотя неважно, можно на стакан. И все, подготовлю. Все будет у меня сейчас готово. И доделаем скоро уже мясо. Вообще люблю, конечно, вот это в мультиварке, когда готовить, когда все-все раз-раз подготовила, покидали, порезали и забыли. Идите, занимайтесь своими делами. Когда на плите, конечно, нужно на плитой стоять. Вот я и закончила вот этого котенка с клубничками. Симпатичный котеночек получился. Ну, за просмотром телевизора, в общем-то, и закончила это все. А сейчас, девочки, я собираюсь к дочке. Она позвонила и сказала, что они с Кристиной хотят сходить в кино. И попросила меня с Деней посидеть. Так что я сейчас оделась уже и выхожу. Раздетых нету, одеты все? Все одеты, направляются все, мам. Да ладно. Начинаешь. Привет! Это пополовину брала. Привет! Мамачуль. Кто это у нас? Привет! Здравствуйте. Хлебцов. Здесь встречаем. В шортиках девчульки. Закиданка вода. Закиданка вода. Заходите. Заходю, заходю. Ты устал, Денька? Я устал. Устал, бедный мальчик. Нет. Лех такой лежит. В мультике надоело смотреть, да? Надоело. Надоело. Там щелкал-щелкал, бросил это дело бесполезное, да? И решил полежать чуть-чуть. Мама с Кристиной отправились в кино. Мы с Денечкой остались. Ну, вечер пробудем вместе. Давай, День, что-нибудь посмотрим. Давай включим что-нибудь, а? Может, кошечек, собачек смешных давай посмотрим. Милочка, отдыхает такая кошечка, да? Ну, не кусайся. Спишь, милая? Спит кисонька, да, спит. Скажи, что ты меня беспокоишь? Что ты меня будешь? Не дам я тебе кусаться. Ну, спи, спи, отдыхай. Балдеет лежит тут. На улице уже солнышко садится, уже закат. Я вам хочу его показать, но солнце еще яркое. Ну, и где-то через час девочки обещали вернуться, и я поеду домой. Снимать мне здесь нечего. Мила спит. Деня сидит, кушает и смотрит мультики. Все. Ничего интересного нету снимать. Так что ничего не сниму. Буду снимать уже дома. Вот такая красная тарелочка висит за окном. И все. Небо красивое. Мне нравится. Какие-то блики не очень-то, да, хорошо видны. Ну, ладно. Солнце скрылось буквально за пять минут. Только что оно светило, а сейчас уже скрылось. И все. И вот такое небо красивое. Мне нравится здесь закат смотреть, наблюдать. Все, девочки, я в лифте, в грузовом. Короче говоря, еду домой. Все, приехали девчонки, а я домой. И спать сразу хочу. Смотрите, какие розочки. Какая прелесть. И так пахнет вкусненько. Вообще здорово. Девочки, вызвала такси. Сейчас через пять минут приедет. А я пока дышу свежим воздухом. Погода отличная. Ветра нету. Тепло вообще классно. Я вообще кайфую. Жду такси. Всем доброе утро, девочки мои. У меня вчера уже не хватило сил даже сказать вам спокойной ночи. Потому что я вчера проснулась рано. И уже рано захотела спать. Но я приехала домой благополучно. Легла, телек посмотрела и уснула. А сегодня я вам хочу сказать, что вчера приехали с моря мой сын со семьей благополучно. Они там отдохнули. Он вчера позвонил. Вечером сказал, что все, мы уже приехали, уже дома. Все хорошо. Все отлично. Я говорю, ну как вы отдохнули? Да, прекрасно отдохнули, развеялись. Я говорю, хоть позагорать успели? Да, первый же день, говорит, успели даже сгореть. Но я рада, что они отдохнули. Все прекрасно. Девочки вчера съездили в кино, тоже поездкой довольны. В общем, тоже развеялись, отдохнули. Я рада, что я была полезна. Вот видите, когда у детей все хорошо, и маме тоже хорошо, и мама рада, и мама счастлива. Ну а что сегодня? Сегодня у нас третий день праздников продолжается. Все отдыхают. Все отдыхают дома. Я тоже отдыхаю дома. Что я сегодня собираюсь сделать? Ну, во-первых, я хочу сейчас немножечко прибраться, пропылесосить. Я так и не пропылесосила, не хватило у меня на это ни времени, ни сил уборочку небольшую сделать. Вот это видео хочу смонтировать. Ну, и если я начну какие-то новые дела, то я начну новое видео, и вы уже увидите продолжение в следующем влоге. Что я буду готовить, что я буду покупать в магазине, и что я буду делать. Вот, картинку я третьей уже сделала. Ну, пока я вешать не буду, я уже доделаю остальные картинки, уже тогда, когда они у меня будут готовы, тогда я распределю вот эти картинки так, чтобы они смотрелись очень симпатично. И вы это увидите уже в продолжении в следующем влоге, или потом, попозже. Погода у нас сегодня отличная, я думаю, что может быть даже сын, невестка пошла на работу сегодня, да, сын с Настей, наверное, они, может быть, уже и не пойдут куда-нибудь купаться, загорать. Ну, может быть, пойдут где-то погуляют. Вот, многие, может быть, отправятся сегодня на Дон у нас, потому что сегодня уже будет прямо жарковато, 27 градусов, обещаю, днем это уже жарко. И мне, наверное, придется сегодня сплит включать. Но сейчас пока хорошо, свежо, на улице солнышко, утро, и, в общем, замечательная погода. Ну, и, в общем-то, на этой хорошей ноте я хочу с вами, девочки, попрощаться. Вот такое коротенькое видео. Я у дочки не стала много ничего снимать, снимать было нечего, потому что Дэнни весь вечер не баловался, вел себя хорошо, смотрел мультики, кушал и, в общем, вел себя спокойно. Ну, и я спокойно тоже вместе с ним эти мультики смотрела. Мило спала. Ну, все, мои хорошие девочки, на этом я видео свое заканчиваю. Как всегда, до новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписал. И все, пока-пока. Пока-пока.